Поговорим об относительной влажности воздуха. Но сначала вспомним нашего жонглера. Значит, у нас есть жонглер, который жонглирует шарами. Помните, температура это скорость движения его рук. И вот представьте, что он жонглирует пятью шарами. Его скорость движения рук реально хорошая для этого. Настолько хорошая, что вы можете добавить ему еще целых три шара. И он с этой скоростью рук все равно будет жонглировать ими хорошо. Четвертый добавить и уже все развалится. Но вот еще три шара можно добавить. Тогда вы можете сказать, что мой жонглер сейчас работает не на 100%. То есть когда он пять шаров крутит, он может пять делить на восемь умножить на 100%. Ну это примерно пять восьмых. Это где-то, ну скажем, на 63% он работает. Да? То есть если бы он с этой скоростью рук жонглировал двумя шарами, тогда бы я сказал, что он работает на два делить на восемь умножить на 100%. Ну то есть на 25%. Да? То есть потому что я, вот у него два шара в руках, а его скорость рук способна удержать восемь шаров. Да? И поэтому он работает всего лишь на 25%. Вот похожая штука с влажностью. Влажность воздуха при каждой температуре высчитывается по разным цифрам, но главная идея, что вот она высчитывается по такой формуле. Влажность воздуха равна давлению водяного пара, деленное на давление насыщенного водяного пара при данной температуре. Вы можете думать о давлении насыщенного водяного пара при данной температуре как о максимальной возможности того, ну как бы максимальное количество шаров, которые жонглер может удержать. А вот реальное давление водяного пара при данной температуре, которое вот сейчас есть, это те шары, которые есть у жонглера в руках. Да? Их всегда будет меньше, чем давление насыщенного водяного пара. И тогда вы можете получить величину того, на сколько процентов вода близка к конденсации. То есть когда 100%, вода работает на 100%, то есть у вас насыщенный водяной пар в воздухе, тогда все вокруг вас становится покрыто маленькими капельками. Ваш экран телефона, руки, деревья и так далее. А когда меньше чем на 100%, 90, 80, 70, 60 и так далее, тогда у вас нормально, вы не видите водяных капельк нигде. Нормальное для человеческого самоощущение это 40-60%, 60% влажности. В тропических регионах может быть 100% влажность. Когда сухо, у вас батарея работает дома, может быть низкая влажность, тогда нужно там увлажнять воздух, все такое. Видите, эта формула с давлением не очень понятная. Поэтому правильнее было бы использовать не давление, а концентрацию молекул, деленное на концентрацию насыщенного пара. Но, понимаете, концентрацию молекул мы не можем подсчитать. Мы же не можем подсчитать все молекулы в кубическом метре. Поэтому нам приходится использовать давление, как такую прокси концентрации. Но вот идея с жонглером может быть поможет вам понять приблизительно эту аналогию.